15 августа состоялась внеочередная сессия районного совета, где депутаты распределили средства, поступившие с краевого бюджета, общей суммой более 41 миллиона рублей. Подробности в первом материале выпуска. Депутатам районного совета предлагалось рассмотреть два основных вопроса и в первую очередь корректировку бюджета. С учетом поступивших средств из краевого бюджета в сумме 41 миллион 58 тысяч рублей на выполнение полномочий района. Предложено направить 9,5 миллионов рублей управлению образованием на обновление материально-технической базы. Также 6,5 миллионов рублей предлагается направить в управление физической культурой и спортовой администрации, муниципальное образование. 2 миллиона 255 тысяч – это средства на софинансирование расходных обязательств по приобретению спортивно-технологического породования, инвентаря и экипировки для физкультурно-спортивных организаций. И 4 миллиона 290 тысяч рублей – это на проведение медицинских осмотров в спортивных учреждениях района. 20 миллионов рублей – это софинансирование расходных обязательств на правильном министерстве ТЭК и ЖКХ на строительство котельной станицы Рязанской. Дотацию в размере 5 миллионов рублей, полученную за достижение наилучших результатов по привлечению инвестиций и увеличению налогового потенциала, предлагалось направить в том числе на мероприятие по антитеррористической защищенности образовательных организаций, питание учащихся, подготовку детсада номер 14 к работе в осенне-зимний период. Депутаты единогласно поддержали проект корректировки и выразили свое согласие по второму вопросу о частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчисления от налога на доходы физических лиц. Далее, председатель Совета Татьяна Марченко проинформировала депутатский корпус о том, что на ее имя пришел ответ из Федеральной антимонопольной службы на запрос по размещению сетевых магазинов на территории Белореченского района. Доля торговых сетей «Пятерочка», «Магнит» и «АО «Тандер» в объеме всех реализованных продажных товаров за 2018 год в границах МО Белореченский район составляют менее 25%. При указанных обстоятельствах управление в действиях X5 Retail Group АО «Тандер» признаков нарушения ст. 14 закон о торговле не усматривает. На основании вышеизложенного управление руководствуясь статьями Федерального закона о защите конкуренции приняло решение об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства ввиду отсутствия просматриваемых действиях X5 Retail Group АО «Тандер» признаков нарушения ст. 14 закон о торговле. В завершении сессии глава района поблагодарил депутатов за оперативное проведение внеочередной сессии распределения средств, которые и так необходимы для подготовки школ к началу учебного года. Безопасность детей – это сейчас приоритет у нас, поэтому вам большое спасибо за то, что поддержали эти решения. Вместе мы наши школы и детские сады, и учреждения дополнительного образования докомплектуем, и они не только будут иметь стопроцентную физическую охрану, которая сейчас уже есть, но и технические средства, которые требуются по закону на объектах такого уровня. Спасибо большое. Валентина Калугина, Сергей Чернецов. События и люди. Спасибо. 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 Спасибо.